Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о Евангелии от Марка, и сегодня мы с вами читаем восьмую главу. Все дни, когда собралось весьма много народа и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников Своих, сказал им, Жаль мне народа, что уже три дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими, отпущу их в дом, и их ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему, откуда мог бы кто взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них немного рыбок. Богословив, он велел раздать их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч. И отпустил их. И, точно сводя водку с учениками своими, прибыл в пределы Долмановские. Это уже второй случай, когда Господь умножает хлебы для народа. И это еще раз подчеркивает, что, когда мы с Господом, все наши нужды будут восполнены. Но еще что интересно, мы видим, что умножается хлеб и рыба. То есть, обычная, самая простая еда, повседневная, которой люди обычно питались. Мы видим, что Господь восполняет именно нужды людей, а не удовлетворяет их хотения. Вышли фарисеи, начали с ним спорить и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал, для чего род сей требует знамения. Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамения. И, оставив их, опять вошел в водку и отправился на ту сторону. Вот что интересно. Только что произошло чудо. Только что произошло второе умножение хлебов. Этому есть тысячи живых свидетелей, которые этот хлеб ели. Приходят фарисеи и требуют знамения с неба. То есть, вот множество происходит чудес. Происходит исцеление, происходят чудеса, происходит умножение хлебов. И фарисеи говорят, нам вот знамения покажи. И Господь им отказывается дать знамения, не дастся роду сему знамения. Почему? Потому что это бессмысленно, это бесполезно. Если человек не хочет покаяться, он не хочет уверовать, он отвергает Господа, ему бессмысленно давать какие бы то ни было знамения, потому что он требует эти знамения только для того, чтобы их отвергнуть. Невозможно ему дать какое-то такое знамение, чтобы оно побудило его уверовать. Мы видим здесь, что фарисеи находятся в атмосфере буквально чудес. Их окружают люди, если они сами не были свидетелями, их окружают множество свидетелей, они могут расспросить, но они не хотят поверить. И мы видим, как никакие чудеса не побуждают людей к вере. Это было тогда и это сейчас. Иногда доводится слышать такой довод, что если бы Бог хотел, чтобы в него поверили, он бы уж какое-нибудь такое дал чудо, что бы уж совсем невозможно было отрицать. К сожалению, нет такого чуда, которое невозможно было бы отрицать. Мы видим в Евангелии множество примеров. Мы видим, как Господь творит чудеса, и приходят фарисеи, как будто вот ничего не случилось, говорят, а вот нам знамение надо. Знамений уже очень много. Знамение происходит прямо у них под носом, но они отказываются это видеть. Если они отказываются, то с этим ничего нельзя сделать. Присем ученики его забыли взять хлебов, и кроме одного хлеба не имели с собой водки. А он заповедовал им, говоря, «Смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой». И рассуждая между собой, говорили, «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им, «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея уши, не слышите? Имея очи, не видите? И не помните? Когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему, «Двенадцать». «А когда семь для четырех тысяч? Сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали, «Семь». И сказал он, «Как же вы не разумеете?» «Берегите закваски фарисейские, закваски Иродовой». Ученики это сначала восприняли совершенно буквально как запрет принимать хлеб от его врагов, что вот там хлеб, который испекли фарисеи, вот его есть нельзя. На самом деле, конечно, и они говорят, что «Ну а как же, у нас хлебов нет, где нам взять?» И Иисус дает им понять, что хлеб-то у них будет в любом случае. Речь идет о другом. Закваска в Библии – это также символ того, что меняет все тесто. Вот маленький кусочек закваски, его бросают в тесто, и все тесто сквашивается. И надо беречься закваски фарисейской, которая есть лицемерие, и надо беречься закваски Иродовой, которая есть беззаконное насилие. А закваски хлебной – там речь не идет. Речь идет именно о том, что Господь имеет в виду учение фарисейское и пример Ирода. Приходит в Ифсаиду, приводит к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и повелел ему взглянуть. Он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав «Не заходи в селение и никому не рассказывай в селении». Евангелист запомнил, и, видимо, это со слов апостола Петра, исцеление этого слепого человека. И он вывел его из селения и исцелил его. И мы видим, что это исцеление развивается как бы в два этапа. То есть сначала он видит, но видит плохо. Он видит проходящих людей, как деревья. Потом он возложил руки на глаза ему и велел взглянуть. И тут он стал видеть все ясно. Мы видим, как исцеление развивается в этом случае, не моментально, а постепенно. Мы не знаем, почему. В Евангелии много примеров моментального исцеления, но тут мы видим, что оно развивается постепенно. И Господь отправляет его домой, сказав, чтобы он не заходил в селение, очевидно, по той же причине, опасаясь, что люди, конечно же, признают его мессией, но не тем мессией, которым он является. Люди ожидают мессию как такого военного вождя. Христос приходит не за этим. И пошел Иисус учениками Своими в селении Кесарии и Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих, за кого почитают меня люди. Они отвечали, за Иоанна Крестителя, другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ, ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Диалог с учениками Кесарии и Филипповой, он более развернуто дается у Матфея. И там Петр говорит, ты Христос, сын Бога Живого. И Господь ему отвечает, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата адовы не одолеют ее. Это момент, когда Петру открыто, что Иисус есть Христос. Нам это может показаться не очень понятно. Мы привыкли, что Иисус Христос, это произносится, ну, как имя и фамилия. На самом деле это имя и титул. Христос буквально значит помазанник. В Библии помазание, то есть когда человека помазывают специальным освященным маслом, оно знаменует то, что человека поставляют на какое-то исключительно важное служение, служение царя или пророка. Мы знаем, что в истории сложилось, вот в истории европейских стран и в истории России, что когда человек воцарялся, его делали царем или королем, правителем, его помазывали. И помазанников в этом отношении, конечно, было много. Давид был помазанник, тоже упоминается, что он помазанник. Но постепенно в Библии складывается, открывается, вернее, представление о помазаннике в абсолютном смысле, о том, кто придет для того, чтобы спасти весь людской род. И люди напряженно ожидают этого помазанника Христа во времена Иисуса, и они, когда он появляется, они теряются сначала в догадках, это помазанник или другой. И вот Иисус ставит им вопрос, за кого меня считают люди. И люди считают, что, ну, это вот, может быть, Иоанн Креститель, может быть, Илья, может, кто-то из пророков. И Петр прозревает, ты Христос, ты тот самый Божий помазанник, который предсказан в Ветхом Завете. Ты тот, кто послан Богом, чтобы спасти народ. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. Конечно, апостолы могут рваться, возвестить. Пришел, наконец, помазанник. Мы веками ждали. Мы все глаза выпукали. Мы молились, мы ждали, когда, наконец, придет помазанник. И вот он пришел. Но Иисус говорит, нет, вы не должны об этом рассказывать. И почему мы видим чуть дальше. Иначе учить их, что сыну человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил о всем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И оказывается, что Иисус это не тот помазанник, который воцарится во славе, как люди ожидали от него. Он должен много пострадать, он будет отвержен, он будет убит. И это выглядит очень и очень странно в контексте того времени, поскольку люди ждали, и с тех пор люди не изменились, люди и сейчас ожидают себе вождей, которые будут царствовать, которые сокрушат всех их врагов, которые железной рукой наведут порядок. Но Иисус говорит, что да, он мессия, но не такой, которого ждут. Он много пострадает и будет убит. Он говорит о себе, что он сын человеческий. И вспомним, что это отсылка к книге пророка Даниила, где сын человеческий — это таинственная небесная фигура, которая получает власть над всеми народами от Бога Отца. И вот говорится, что сын человеческий, от которого ожидают, что он будет царствовать, он будет убит. Иисус говорит, что тайна его прихода, тайна его служения, что он будет убит. И Петр, отозвав ее, начал ему прикословить. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав, отойди от меня, сатана. Это очень жестко звучит. Само слово «сатан» значит противник, противящийся. То есть сатана — это не обязательно именно личное имя дьявола, это его, так сказать, функция. Он противится. И Петр, конечно же, из соображений, которые кажутся ему правильными, он пытается удержать Господа, говорит, да не будет этого с тобой, как мы видим в другом Евангелии. Но Господь говорит, нет, отойди от меня, сатана. И далее Господь говорит пугающие слова. «Кто хочет идти за мною, отвергнись себе и возьми кресло и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелие, тот сбережет ее». «Кто хочет идти за мною, отвергнись себе и возьми кресло». У людей прямо противоположное ожидание. Вот есть, вероятно, помазанник, вероятно, Христос Божий, который, как от него все ожидают, сейчас воцарится. Сейчас будет мессианское царство. Сейчас все будет очень хорошо. И люди, которые сразу за ним последовали, они будут в состоянии занять в этом царстве хорошие места. Вот сейчас будет замечательный переворот, сейчас будет восстановлено царство Израилю, «Мы за ним последовали, мы с самого начала приняли сторону победителя, мы будем в этом царстве на хороших позициях». И Господь говорит, «Нет, кто хочет идти за мною, тот не может ожидать, что у него будет все хорошо. Возьми кресло и следуй за мною». Что значит взять кресло? Для современников Иисуса это означало очень понятную вещь. Римляне, когда вели людей на казнь для того, чтобы их распять, они заставляли их тащить горизонтальную перекладину от креста. Это был тяжелый деревянный брус, и человек шел, согнувшись под его тяжестью. Это показывало, что человек вынужден согнуться, сломаться под тяжестью римской власти. Вот он бросил ей вызов, вот он был мятежник или разбойник, так или иначе он не повиновался римскому закону, а вот сейчас ему приходится согнуться под тяжестью этого деревянного бруса. Это показывает то, что его сломали, его согнули под тяжестью закона. Вот нести крест, нести эту тяжелую деревянную перекладину означало уж идти на казнь, идти на смерть. «Возьми крест твой и следуй за мною, следуй за мной на смерть». «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Речь, слово «душа» здесь используется в значении «жизнь», и человек, который будет искать, сберечь свою жизнь, тот в итоге ее потеряет. «Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» «Или какой выкуп даст человек за душу свою». «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде сьем прелюбодейным и грешным, того постыдится сын человеческий, когда придет во славе отца своего со святыми ангелами». Вот эти слова «какую пользу человек получит, если он приобретет весь мир, а повредит своей душе?» Они очень важны в любую эпоху, потому что люди оказываются иногда перед выбором между богочестием и какими-то земными приобретениями, или богочестием даже и спасением жизни. Это гораздо реже, конечно, бывает. Мы живем сейчас во мире, слава Богу, нас никто не преследует за нашу веру, и у нас не стоит так выбор отречься от веры или умереть, но во многих странах это реально сейчас. И, например, я читаю в социальных сетях, я подписан на священника из Пакистана, вот там быть христианином, православным, это очень рискованно. Христиан не любят, христиан преследуют их, облыжно обвиняют в разных преступлениях, и оставаться христианином, это значит многое терпеть и подвергаться смертельной опасности. И вот Христос говорит, даже если человек приобрел весь мир, у него все есть. Представим себе человека самого благополучного на свете, у которого есть все деньги, у которого есть все удовольствия, у которого есть весь почет и весь статус, он умрет. Он все это выпустит из рук. Во гробу карманов нет. Но человек, который от всего откажется ради Христа и Евангелия, он обретет вечную жизнь. И Господь дает обетование, дает такое предостережение, кто постыдится, меняя моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда придет во славе отца своего со святыми ангелами. Люди оказываются иногда перед соблазном постыдиться Господа и его слов, причем иногда речь не идет об опасности подвергнуться страшным гонениям или смерти. Нет, речь идет просто о том, что будут смотреть несколько косо, и карьерные возможности несколько уменьшатся. Это может быть у нас, может быть в других относительно благополучных странах. И вот Господь говорит, что мы должны не стыдиться Господа, который за нас умер. Мы прочли восьмую главу Евангелия от Марка, и мы читаем Писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Писание в рамках библейского портала «Экзегет». Писание в рамках библейского портала «Экзегет».